Есть расхожее выражение о том, что СССР – это наш Древний Рим. И действительно, в каждом современном городе можно найти следы этой исчезнувшей цивилизации. Мозаики на стенах, вещающие о великих битвах и научных достижениях, памятники и монументы, статуи политических деятелей прошлого. А можно обнаружить и аналоги римского Колизея, гигантские заброшенные или недостроенные здания больниц, метеостанции жилых домов. Не говоря уже о бесчисленных военных объектов разной степени секретности, щедро разбросанных по всем уголкам страны. За каждой подобной заброшкой, будь то отдельно стоящее здание, военный полигон или целый покинутый жителями город, тянется шлейф всевозможных легенд, мифов, конспирологических теорий. Одни из них до смешного наивны, другие – пугающе жуткие, третьи – откровенно бредовые. Тем не менее, каждая из таких историй достойна внимания. В этом ролике я расскажу вам об объектах СССР, окутанных тайными и загадками. Расскажу о конспирологических теориях и реальных фактах. Пнил-52, остров возрождения, Аральское море, Узбекистан. В легендах. С 1942 года, на острове, с которого были принудительно переселены все местные жители, располагалась секретная лаборатория, в которой создавалось не абы что, а бактериологическое оружие. Аральское море славится своими штормами, во время которых моряки неоднократно пропадали без вести. Есть мнение, что они заканчивали свою жизнь не в Пучине, а на полигоне Бархан, где проводились жестокие опыты на людях. В лаборатории Пнил-52 создавались не только новые виды болезней, способные уничтожить потенциального противника за считанные минуты, но и вирусы, полностью подчиняющие волю зараженного, иными словами, из испытуемых делали старых добрых зомби. А после проведения экспериментов уничтожали все следы. Известно якобы о нескольких утечках микроорганизмов, жертвами которых стали как и работники лаборатории, так и жители прибрежных районов. На самом деле, лаборатория Пнил-52, или полевая научно-исследовательская лаборатория номер 52, действительно существовала на острове в Аральском море. Испытания проводились на животных. В то время это не вызывало такого общественного порицания, а все изучаемые вирусы не выходили за рамки известных науки. Стоит ли говорить, что на объекте соблюдались усиленные меры безопасности, а безлюдный остров был выбран именно для того, чтобы не допустить распространения вируса в случае его утечки из лаборатории. Однако за полвека ни одной серьезной ситуации так и не произошло. В 1992 году лаборатория была закрыта, а все материалы и оборудование под строжайшим контролем вывезены. Ямонтау, Южный Урал, Россия. В легендах. Главный пик Южного Урала гора Ямонтау уже своим названием вызывает не самые лучшие ассоциации. С башкирского языка Ямонтау значит «плохая гора». Одни располагают в недрах горы гигантскую сеть бункеров, построенные для того, чтобы сначала советской, а затем российской элите было где переждать ядерную войну. До перестройки у подножья Ямонтау находилось два закрытых военных объекта – Белорецк-15 и Белорецк-16, куда простым смертным вход был заказан. Какие работы там велись, остается загадкой. Есть и противоположная теория о том, что гора сама является ядерным объектом, или как минимум в ней находятся залежи радиоактивной руды. Недаром же местные дали ей такое название. Сильное излучение провоцирует различные аномалии, вплоть до искажения пространства и времени. Об этом свидетельствуют таинственные исчезновения людей в окрестностях Ямонтау, которые происходят с незапамятных времен. На самом деле, версию о бункере можно сразу смело отмести. Инфраструктура в окрестностях горы оставляет желать лучшего. До Ямонтау можно добраться только на автомобиле по не очень хорошей дороге. А ничего похожего на секретный аэродром или вертолетную площадку не наблюдается даже со спутника. Единственная активность в окрестностях Ямонтау – это добыча руды, радиоактивность которой была опровергнута многочисленными исследованиями. Название же «Плохая гора» получило за то, что обилие скальных пород не позволяло использовать ее склоны в качестве пастбищ для скота. То есть «плохая» в этом контексте – бесполезная. Кроме того, гору населяет большое количество медведей, вероятно, истинных виновников бесследных исчезновений. Терра-3. Приозерск. Казахстан. В легендах. В степях Казахстана на десятки квадратных километров раскинулся военный полигон Сары-Шаган. В 1980-х годах в тайне от всего мира здесь была создана и неоднократно применялась уникальная лазерная установка, получившая название Терра-3. Ее задачей было сбивать неопознанные и потенциально опасные космические объекты с помощью сверхмощного лазерного излучения. По данным американской разведки, в 1984 году установка была применена против шаттла «Челленджер», пролетавшего на территории Казахстана. После атаки аппаратура летательного аппарата частично вышла из строя, а сами астронавты почувствовали острое недомогание. Лишь по счастливой случайности шаттл смог завершить полет. С началом перестройки в прессу массово начала просачиваться информация о сбитых Террой-3 НЛО. Обломки неопознанных объектов и тела представителей внеземного разума якобы доставлялись на полигон для изучения и экспериментов. На самом деле, проект использования лазера для нейтрализации баллистических ракет действительно существовал в СССР. Для этих целей и была построена установка Терра-3. Планы, как всегда, были амбициозны. Руководство страны уже видело, как лазерный щит покрывает всю территорию нерушимого. Однако уже в 1977 году выяснилось, что всей мощности лазера не хватит для того, чтобы сбить ракету. А уж тем более корабль пришельцев. Проект немедленно свернули. Во времена перестройки предприимчивые местные жители растащили установку на цвет мет. То, что от нее осталось, теперь служит туристической достопримечательностью, куда не менее предприимчивые граждане водят туристов. Капустин-Яр. Астраханская область. В легендах. Полигон Капустин-Яр расположен рядом с одноименным селом. Многие уфологи сравнивают с американской зоной 51. Полигон был создан в 1946 году как площадка для испытания нового для тех времен вида оружия – баллистических ракет. Примечательно, что первая запущенная на полигоне ракета была немецкая Фау-2, захваченная во время войны. Полигон обладал высочайшим уровнем секретности и надежно охранялся вооруженными людьми. Однако уже через несколько лет в окрестностях Капустина-Яра начинают все чаще замечать неопознанные летающие объекты сигарообразной формы. Несколько раз командование полигона было вынуждено поднимать воздух истребителей, что нередко заканчивалось воздушными боями. Порой НЛО удавалось сбить, и остатки кораблей передавали специальное хранилище, о котором также ходят легенды. Все дело в том, что кроме фрагментов летательных аппаратов там хранятся и тела пришельцев. А все подобные случаи тщательно задокументированы. Кто-то даже сообщал, что лично видел фотографии кораблей и тел пришельцев, переданные бывшим сотрудникам КГБ во время перестроечных событий. На самом деле, возможно для кого-то появление летающих объектов над полигоном для испытаний баллистических ракет это действительно нечто невероятное. Тем, кто не дружит с логикой, могут помочь рассекреченные фотографии с полигона Капустин-Яр, находящиеся в открытом доступе в интернете. На них можно найти десятки сигарообразных объектов, которые перевозятся тягачами, готовятся к старту и взмывают небо. Существует протокол проведения испытаний, согласно которому ракеты запускались с полигона практически каждый год. Отдельно стоит упомянуть про воздушный бой над полигоном. Он действительно имел место. Только противником мигов выступал не НЛО, а британский самолет-разведчик Амбера, который хоть и получил повреждения, но смог уйти от погони. Попутно, сделав уникальные фотографии секретного советского полигона. Как мы видим, большинство истории секретных объектов плод воображения неосведомленных людей. Всему виной информационный вакуум, долгое время царивший на всей территории страны. Получилось примерно следующее. Объект теряет свой секретный статус. Спустя некоторое время появляется на картах. Однако, как правило, там уже мало что остается. Все ли разворовано, или вырезано, или просто разрушено временем. Если сначала государственные тайны охраняла колючая проволока и люди с автоматами, то теперь холодное безмолвие руин и остатков былого величия. А когда информации мало, на помощь приходит фантазия. Так и появляются слухи о бункерах под горой, о трупах пришельцев в холодильниках, об опытах над людьми или советском аналоге звезды смерти. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, пишите в комментах, о каких интересных объектах известно лично вам. Ставьте лайки и жмите на колокольчик. А с вами был Нерв, всем удачи и пока!